Дима, а что это за картина? Дима, а что это за картина? Эта семья буквально жила в искусстве. Впрочем, это было характерно для провинциальных дворян. Вот и сосед Глебовых, граф Михаил Ларионович Мусин-Пушкин, страстно увлекался скрипкой. Когда вернулся из консерватории Парижской сюда на Ярославскую землю, Малоги очень часто любил музицировать, играть на скрипке для своих дочерей. Он даже изготавливал маленькие скрипки. И современники писали, что интересно, что Малога отказывается от игры в преферанс, а из маложских домов разносится прекрасная скрипичная музыка. На картине «Дом в разрезе» тоже есть скрипка. То ли Мусин-Пушкин покорил всех жителей Малогского уезда своей игрой, но отец художницы, помещик Николай Глебов, стремился раскрыть секрет звучания скрипки «Страдивари». Владенец российских электротехнических компаний, на досуге сам мастерил музыкальные инструменты. Близкое соседство породнило дворянские семьи. Брат Николая Глебова женился на дочери Мусина-Пушкина. И на свет появилась Тамара Глебова. Как и мать, она стала актрисой Александринского театра в Петербурге. Эта дама в широкой шляпе и есть двоюродная сестра художницы Татьяны Глебовой. Отсутствующие на картине черты ее лица не нужно представлять. В 20-х годах прошлого века актриса начала сниматься в фильмах. Антон Иванович сердится – одна из последних работ в кино. Может, все-таки скажем сейчас, а? Знаешь, возьмем его с собой в театр. Вдруг ему понравится, Симочка. Ну что ты, мамочка, ну как ему может понравиться апеллеты? Еще одной страстью Тамары Глебовой был танец. Возможно, служению терпсихории она отдавала больше времени, чем музам театра. Вместе с матерью открыла в Петербурге студию свободного танца. Вдвоем они написали и опубликовали в книгах статьи о новом направлении в искусстве. Были одними из первыми основоположниц того направления в искусстве, которое мы сейчас называем современным танцем, контемпорариат танцем или перформансом. Их деятельность во многом была связана с появлением в России Исидоры Дункан, которая была вхожа в их дом. Так традиции семейных вечеров в провинциальной дворянской культуре можно назвать истоками искусства первой половины 20 века, когда вместе с новыми реформами на подмостках сцены, в музеях и в концертных залах вызывающе заявила себе авангард. Юлия Красовская, Георгий Иванов. Самое доброе утро.